Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Акценты. Это общественно-политический проект телекомпании РТ Планета. В студии Виталий Дерябин. Как всегда, мы акцентируем ваше внимание на некоторых событиях, которые требуют более детального рассмотрения. Если есть аппетит, заходи к нам. В Оренбурге в течение трех дней проходил очередной смотр продовольственных достижений региона. Выставка ярмарка «Миновой двор» проводилась уже в 36-й раз. Ее история идет с 1994 года. Не за горами четвертьвековой юбилей. Но с течением времени основной смысл ярмарки не изменился. Это по-прежнему место, где покупают и продают все самое свежее и вкусное. В последние годы «Миновой двор» обрел и другой подтекст. Он демонстрирует продовольственную независимость и нашей области, и страны в целом. Количество и ассортимент продуктов питания, которые там представлены, красноречиво говорят, мы в состоянии обходиться без импорта, делая ставку только на собственное сельское хозяйство и собственную перерабатывающую промышленность, которая находится на очевидном подъеме и гарантирует нам с вами недорогие и качественные продтовары местного производства. Бузулукское молоко, колбаса из Сорочинска, хлеб местных пекарен, мед со всех уголков России. У каждого прилавка вереницы покупателей. Продавцы охотно предлагают продегустировать продукцию. «Миновой двор» в очередной раз поражает объемами и ассортиментом. Причем предприятия не только регионы. Здесь сегодня Москва, Екатеринбург, Самара, а также Республика Беларусь. Приятно, что все больше предприятий малого бизнеса. Сегодня посмотрели переработки молока, переработки мяса, будь то мясо птицы, мясо КРС. Сегодня прекрасно здесь мы посмотрели наши предприятия. Номер один, конечно, проблема – это выход на реализацию. Поэтому многие работают с сетями, кто-то открывает свои ферменные магазины. Но это здорово, что есть конкуренция, и человек имеет право выбрать более качественную продукцию. Эксперты отмечают на выставке не только новых представителей малого и среднего бизнеса, но и новые линейки производств. Мармелад и цукаты из местных арбузов и тыквы, соки из оренбургских фруктов и овощей. Внушительную экспозицию на миновом дворе представил Облпотребсоюз. Судя по масштабам, в перспективе можно говорить о возвращении организации на позиции лидера торговли в сельской местности. 17 предприятий на сегодняшний день посредством 42 автолавок снабжают труднодоступные и удаленные села. В некоторых из них совершенно отсутствуют объекты торговли. И от 4 до 12 раз в неделю наши автолавки везут продукцию в эти села, и наши жители нас любят и ждут. 2017 год в Оренбурге называют рекордным по урожаю. В настоящее время намолочено 3,8 миллиона тонн зерна. В связи с этим изготовители кормов уже отмечают снижение закупочных цен на сырье. Соответственно, доступнее для покупателей станет и конечная продукция. Увеличение объемов производства отмечают и на других предприятиях. За лето мы доходили объемы более 100 тонн. В настоящее время побольше уровня прошлого года, где-то 60-65 тонн мы принимаем и перерабатываем в нашу продукцию. Вместе с тем молокопереработчиков волнует ситуация с дойным стадом Оренбуржи. Как известно, численность молочных коров на протяжении целого ряда лет идет на спад, и процесс этот остановить пока не удается. Представители молочного бизнеса напоминают, что их успехи напрямую зависят от успехов животноводов. Главным условием для дальнейшего увеличения выпуска продукции является наличие сырья, то есть сырого молока. Выставку посетил и гость из столицы. Российский Минпромторг направил в Оренбурже своего представителя Никиту Кузнецова. В министерстве он ведает вопросами развития внутренней торговли, и именно за реальную возможность торговать и покупать дал миновому двору достаточно высокую оценку. Судя по всему, ряд мероприятий подобного толка в других регионах страны носят в основном имиджевый, а не практический характер. Никита Кузнецов лестно отозвался и о системе торговли Оренбурже в целом, хотя, конечно, досконально познакомиться с ней времени у него просто не было. Тем не менее, столичный чиновник отметил в качестве положительного наш опыт организации несетевой торговли, когда переработчики реализуют свою продукцию через собственные торговые точки, что делает их независимыми от политики крупных сетевых продмагов. На заседании секции по развитию форм торговли Кузнецов напомнил, что сегодня вновь в тренде так называемые нестационарные торговые точки, ларьки, павильоны, киоски, как наиболее подходящие для малого бизнеса. Наряду с магазинами и торговыми центрами они в обязательном порядке должны присутствовать в городах, но при этом соответствовать как правовым, так и эстетическим нормам. Принцип 90-х годов, ставлю, что хочу и где хочу, сегодня абсолютно неприемлем. Кроме всего прочего, ларьки и киоски позволяют сэкономить время вечно спешащего горожанина, которому не придется стоять в очередях указ супермаркетов из-за каких-либо мелких покупок. В интервью акцентом Никита Кузнецов еще раз заявил, с торговлей в Оренбурге в принципе все в порядке. Существующие недостатки типичны для большинства российских городов, в которых на центральных улицах под торговлю приспосабливают все, что можно, в том числе и бывшие жилые помещения. Никита Вячеславович, с нашей Оренбургской системой торговли вы, хотя и бегло, мы успели ознакомиться. Вот каковы ваши первые выводы? Какие у этой системы плюсы есть и минусы? И в каком направлении все-таки стоит развиваться? Есть очень хорошие практики. Много фирменной торговли, фирменных малых торговых объектов, нестационарных объектов местных производителей. Это очень здорово. Ряд местных производителей, достаточно крупных, даже отказывается от работы с торговыми сетями, потому что у них есть собственная возможность сбыта. Хотя недавно вроде бы считалось панацеей, попал в сеть, все, ты выжил. Нет. Все нормальные производители, их главная для себя задача, главная мечта – диверсифицировать сбыт. Основные деньги они зарабатывают как раз на не сетевой рознице. И основное, они там могут предложить больше ассортимент. Если у них есть сбыт через не сетевую розницу, то, соответственно, они могут предложить гораздо больше. По поводу торговых площадей хотел бы спросить. Вот совсем недавно еще бытовало мнение, что у нас их даже с избытком, какой точке зрения придерживаются в федеральном Минпромторге, что у нас вообще происходит с торговыми площадями, устраивают ли они качеством и количеством тоже. Очевидно, если множество магазинчиков, каких-то кафе расположено на первых этажах перепрофилированных бывших квартир, многоквартирных домов советских, это означает, что острый дефицит нормальных торговых площадей. Это вот некий внешний признак. То есть, грубо говоря, конечно, идеальная была бы ситуация, это строительство вдоль дорог, неких торговых галерей капитальных для размещения малого бизнеса, для того, чтобы малый бизнес ушел с первых этажей, переехал в эти помещения, отстоящие от жилых домов, на какое-то расстояние, не мешающие жителям, но качественные, капитальные, со всеми необходимыми инфраструктурами. Вот это, наверное, то, что визуально бросается в глаза. Как в вашем ведомстве оценивается общая ситуация, которая сейчас существует в торговле? Ведь есть такое мнение, что торговля – это некий индикатор общей экономической ситуации в стране. Сейчас наметился близкий к статистической погрешности рост оборота розничной торговли. Это ситуация последнего месяца. Как это, насколько эта тенденция будет устойчива, трудно сказать. Хотя мы сейчас, может сыграть, эффект низкой базы. То есть мы сейчас находимся на дне, и там за счет эффекта низкой базы мы можем наблюдать подъем. Конечно, хотелось бы, чтобы этот тренд был устойчивым. Торговля, так сказать, дала возможность нормально пережить непростые времена, в том числе и в значительной мере снизив свои издержки и свои финансовые показатели, то есть инвестировав в цену, но, грубо говоря, не повышая цену так, как можно было бы повысить. Будут дальше развиваться торговые сети, будет консолидация происходить торговых сетей. Нам нужно приложить усилия очень серьезные для развития рыночного и ярмарочного формата в торговле, как естественных каналов сбыта для мелких и средних хозяйств, и для даже крупных производств, которые хотят диверсифицировать свой сбыт, и на развитие малых форматов торговли. Вот это наша программа, такая вот действия. Выборы, которые и приближались незаметно, и прошли очень тихо, упущены из виду большинство маринбургцев, по причине их второстепенности восприятия избирателей. В минувшее воскресенье, которое в России было единым днем голосования, в нашей области выбирали, точнее, довыбирали составы местных представительных органов власти, городских и поселковых советов депутатов. За два года, прошедших с момента основных выборов, ряды народных избранников этого уровня, в силу разных причин, основательно поредели. Довыборы состоялись. Состоялись во всех муниципалитетах, где они проходили. Другой вопрос явка на них, которая побила очередной антирекорд. И была такой низкой, что на некоторых избирательных участках число пришедших голосовать измерялось буквально десятками, максимум сотнями. Впрочем, в сельской местности избирательная активность была значительно выше, чем в городах. Анна Втюрина с подробностями. 11 часов дня. В Оренбургской гимназии номер 5 немноголюдно. Здесь расположились два избирательных участка номер 1082 и 1083. Жители областного центра выбирают депутатов городского совета. Именно наш выбор определяет нашу жизнь в городе. Мы видим сегодня благоустроенные детские площадки. Это новые школы, отремонтированные дороги. Выборы проходят в штатном режиме. Никаких происшествий нет. Явка в норме. Но, как всегда, хотелось бы, чтобы активность была побольше. Чем удивила эта избирательная компания больше? Неожиданностью выбора избирателей или результатами самой их явки вопрос открытый. Отдать свой голос за того или иного кандидата на участки области пришли меньше пятой части населения Оренбуржья. Самая низкая явка в Ковандыке. Из 4000 избирателей на участки пришло чуть больше 300 человек. Самую высокую активность среди городов показал Медногорск. А в районах свой голос за кандидатов отдали от 25 до 35% жителей. Рекордсменом при этом стал ТОЦкий с явкой почти 60%. В целом, выборы признаны действительными и состоявшимися. По их результатам из 39 депутатских мандатов 34 получили представители партии «Единая Россия». По одному мандату получили партии ЛДПР и КПРФ. «Справедливая Россия», к сожалению, не набрала, не получила ни одного мандата. И три мандата получили самого движенца. В городе Оренбурге проводились дополнительные выборы в Оренбургский городской совет. Замещалось два депутатских мандата. Округ номер 4 победу одержал и получает мандат перелетов Василий Владимирович. Он выдвинут был политической партией «Единая Россия». По округу номер 16 депутатский мандат получает Софи Улин Артем Рафаэльевич. Он также был выдвинут партией «Единая Россия». Явка в среднем по области составила почти 19%. По городу Оренбургу – 13%, по городу Орску – 12,5%. По словам председателя областного избиркома, в целом выборы прошли без крупных нарушений. Заявления от кандидатов с жалобами поступали, однако подтвердилось лишь незначительное их количество. А вот в плане технических новшеств хорошо зарекомендовал себя метод чтения QR-кода при подведении итогов голосования. В дальнейшем планируется использовать технологию на выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года. Несмотря на то, что на дворе уже середина сентября, пожароопасный сезон в Оренбурге продолжается. А вместе с ним продолжается действие повышенных мер пожарной безопасности. Разведение открытого огня на природе по-прежнему под запретом. МЧС регулярно присылает на мобильный телефон оренбургцев СМС-сообщение об усилении ветра, который всегда усугубляет ситуацию при возникновении пожаров. Их мониторинг лучше всего проводить с воздуха. Так легче всего определить и масштабы возгорания, и точные его координаты. Беспилотные аппараты в этой работе играют основную роль, однако их применение зачастую ограничено относительно небольшим радиусом действия. И тогда приходится прибегать к помощи традиционной и значительно более дальнобойной воздушной техники. Причем с ее борта можно отслеживать не только природные пожары, но и другие точки, требующие вмешательства. Для авиаразведки используется вертолет МЧС. Если этой весной при помощи винтокрылой машины отслеживали паводковую ситуацию, то летом с ее борта выявляют очаги лесных и природных пожаров. Очередной воздушный рейд совершается на восток. Там еще две недели тому назад наблюдались несколько возгораний, в частности в холмистной местности Кувандыкского района. Прошедшие в конце прошлой недели дожди вместе с усилиями огнеборцев ситуацию стабилизировали. Действующих очагов природных пожаров мы не обнаружили, но вместе с тем я хотел бы обратиться к жителям Айнбургской области. Необходимо строго соблюдать требования норм и правил пожарной безопасности при нахождении в лесных массивах, при работе в степях. Несмотря на осадки и падение температуры воздуха, сухая трава никуда не делась. Она продолжает оставаться отличным горючим для возможных степных пожаров. Потому в регионе решено общую противопожарную бдительность не снижать. Тем более, что после похолодания вновь пришли теплые и сухие дни. Сохраняется в области 4-5 класс пожарной опасности. Мы работаем сейчас все силы и средства в режиме повышенной готовности. И еще раз стоит задача мониторить ситуацию, чтобы не допустить возникновения пожаров. Впрочем, не только по поводу возможных природных пожаров стоит беспокоиться. По весне отступила, вместе с уровнем воды в Сакмаре, проблема обрушения берега у села Желтое Сарактавского района. Впрочем, отступила ненадолго. В следующий поводок она вернется. А отступление в поводок прошлой без последствий не обошлось. Река вновь унесла сотни кубометров грунта и более чем на 10 метров приблизилась к железной дороге Оренбург-Орск-Челябинск. Сейчас от края обрыва до ее насыпи около 30 метров. А вот съемки с воздуха этого же участка, сделанные весной 2015 года. Тогда железную дорогу от обрыва отделяло порядка полусотни метров. Таким образом, за два половодия расстояние до путей с Акмара сократило фактически вдвое. Времени ждать не осталось совсем. Железнодорожники кое-что начали делать. На сегодняшний день мы завезли бутовый камень, щебень и готовится план производства работ для того, чтобы мы в первых числах октября приступили к данным работам. Железная дорога оперирует суммой в 22 миллиона рублей, называя ее начальной. А для полноценного укрепления берега нужны деньги на два порядка большие. Три года назад специалисты из Челябинска называли общую смету в полмиллиарда рублей. Она включала в себя бетонированную металлическую сетку на обрыв и новое русло с Акмара, которое необходимо прокопать. Одновременно они заявляли, что попытка укрепления берега путем наброски камней ничего не даст. С тех пор линия обрыва существенно увеличилась, потому вопрос о затратах, необходимых для полного решения проблемы, остается открытым. Итак, полумерами проблему растущего обрыва с Акмарского берега у села Желтое не решить. Равно как не решить ее малыми финансами. Буквально через год, максимум через два, железнодорожники встанут перед выбором. Либо переносить пути как можно дальше от реки, либо укреплять ее берег по-настоящему. Что потребует, еще раз отметим, не десятков, а сотен миллионов рублей. А суммы бюджетных трат, обоснованность которых проверило региональное министерство внутреннего финансового контроля, исчисляются уже десятками миллиардов рублей. Если быть точным, 17 миллиардов только за первое полугодие. Причем проверяющим удалось установить, что фактически шестая часть от этой суммы, то есть порядка двух с половиной миллиардов, использовалась с нарушениями. Министерство указало на ошибки. На местах их исправили. В итоге деньги дошли до потребителей в полном объеме. Аудиторы проверили расходование бюджетных средств при реализации программы «Сельский дом», а также траты в региональном министерстве физкультуры, спорта и туризма, чей бывший глава попал в последствия и был осужден. Проверено и Министерство лесного и охотничьего хозяйства. В поле зрения проверяющих находились также бюджеты муниципалитетов и учреждений, которые получают госсубсидии. В производство было запущено 68 дел о грубых нарушениях. В итоге оштрафовано 33 должностных лица. Среди юридических лиц выявлен один нарушитель, также привлеченный к административной ответственности за вольное обращение с бюджетными деньгами. Введены новые статьи, предусматривающие административную ответственность не только за нарушение условий, но и за нарушение порядка предоставления межбюджетных транспектов. Предусмотрена административная ответственность за невыполнение государственного или муниципального задания. Но самое главное, предусмотрена административная ответственность за невыполнение заказчиков условий по оплате контракта. История этой игры насчитывает уже полвека. Ровно 50 лет тому назад, в 1967 году, прошла первая всесоюзная «Зарница» – детско-юношеские соревнования военно-прикладного характера. Целью игры было военно-патриотическое воспитание молодежи. Ее первый финал состоялся в Севастополе, на прославленной Сапун-горе. В «Зарницу» играли везде – во дворах, в школах, в пионерских лагерях. В советские времена она считалась частью начальной военной подготовки школьников. В постсоветской России массовое увеличение «Зарницы» сначала прошло, но затем она стала возрождаться усилиями различных военно-патриотических объединений и клубов. Пять лет назад, в прежнем классическом виде, она была восстановлена в масштабах Приволжского федерального округа по инициативе полпреда президентов ПФО Михаила Бабича. «Зарница» по Волжье – это соревнования по стрельбе, разборке и сборке автомата, военизированная эстафета, целый ряд спортивных дисциплин. Чтобы быть сильнейшим, необходимо показывать как можно лучший результат во всем. На нынешнем финале, который проходил под Оренбургом, этому критерию соответствовали минимум четыре команды, наша в том числе. Как в итоге распределились призовые места, узнаем от Анатолия Юденича. В нынешней игре приняли участие 14 дружин юнормейцев Приволжского федерального округа, более 200 участников. Каждый из регионов выставил на окружную финал свою команду, которая лучше всех прошла школьный, городской, районный и региональные этапы. Торжественное открытие игр впервые состоялось на базе отдельного военно-транспортного авиаполка. Мы рады приветствовать вас, ребята, на Оренбургской земле. Вы представляете цвет патриотически настроенной молодежи при Волжье. И пусть Зорница по Волжье 2017 принесет вам незабываемые впечатления, новых друзей и самое главное – уверенность в своих силах. Вперед к победе с праздником! Перед собравшимися выступала рота почетного караула Центрального военного округа. Навыки рукопашного боя продемонстрировали воспитанники Центра подросток. Отряд быстрого реагирования Росгвардии смоделировал ситуацию захвата группы вооруженных преступников. После церемонии открытия Зорничники получили возможность побывать на настоящем боевом самолете, попробовать себя в качестве пилотах на специальных тренажерах. И затем на полигоне учебного центра начались соревнования. Впервые в программу была включена стрельба из боевого оружия – автоматы Калашникова. Параллельно шли состязания на ваниизированной полосе препятствий. Дальнейшие соревнования проходили на площадках базы в Самородово, где и размещались команды. Участники состязались в беге и плавании, кроссе и силовой гимнастике, отрабатывая спортивный девиз «быстрее, выше, сильнее». Готовились довольно-таки серьезно. Тренировки были каждый день. Бывало по два раза в день, плюс бассейн. В программе были и прикладные виды – ОБЖ, сборка-разборка автомата, пулевая стрельба, метание гранаты. Немаловажный аспект армейской жизни – строевая подготовка. Команды, каждая в своей парадной форме, вышагивали по Костровой площади, принимали участие в зрелищном конкурсе «Равнение на знамя». Было тяжело. Старались, тренировались. На максимум работали, показывали на тренировках, что можем. Приехали сюда, чтобы победить. Еще один вид программы – военно-историческая викторина. Участники сдавали своеобразный экзамен на знания ратных страниц истории Отечества. Последней дисциплиной соревнований стал, пожалуй, самый сложный и зрелищный элемент «Зорницы» – тактическая игра на местности, за счет успеха в которой пензенская команда в общем зачете всего на одну очко обошла Оренбургскую и заняла второе место – наши третьи. А победительницей стала дружная команда «Чувашии». Честно говоря, мы даже не рассчитывали на такие места. Мы думали, ну, пятое, шестое. Ну, приехали, так получилось. Наши гости остались очень довольны радушием хозяев, культурно-массовыми мероприятиями, базой в лагере Самородова и аренами соревнований. Это очень интересно соревноваться с другими командами. Сюда приезжаем и найти новых друзей. Питание отличное, размещение хорошо, но только нас по ночам закрывали. Церемония торжественного закрытия состоялась в президентском кадетском училище. Зорничники приняли торжественную клятву юнормейцев. Замполпреда президента в Приволжском федеральном округе Игорь Панчин вручил победителям и призерам кубки и медали. Многим из вас в участии в «Зорнице» положили, поможет выбрать профессию защитника Родины. Желаю вам с таким же блеском в глазах и мужеством сердца и экономичной цели добиваться успеха и стать надежной опорой нашей великой России. Четыре года подряд окружной финал выигрывала команда Оренбургской области. Сейчас хозяева уступили первенство, но все равно остались в числе призеров. Дмитрий Владимирович, вот существует известная поговорка, которая гласит «Новое – это хорошо забытое старое». Как мне кажется, применительно к «Зорнице» эта поговорка сработала, что называется, на все 100%. Почему это произошло, как вы считаете? Ну, во-первых, «Зорницу» у нас не забывали в области никогда. Действительно, в 90-е годы в стране было некое забвение в плане организации военно-патриотической работы, к сожалению, это надо признать. А вот то, что касается «Зорницы» в Оренбургской области, то у нее был очень небольшой перерыв, то есть буквально 2-3 года. И начиная с 95-го года мы тогда в составе молодежных структур, когда я возглавлял областной комитет по делам молодежи, мы «Зорницу» вновь возродили. И «Зорница» в Оренбургской области жила, начиная с 95-го года, жила в масштабах нашего субъекта федерации, на уровне муниципальных образований, в школах. А вот 5 лет назад, благодаря позиции полномочного представителя, «Зорница» получила новое дыхание в масштабах уже Приворского федерального округа. А дыхание действительно новое, по большому счету. Все-таки я считаю, что наше государство возвращается к основам идеологической работы. И я знаю, что кого-то слово «идеология» смертельно пугает. Меня как раз это слово не пугает, потому что я считаю, что государство должно заниматься идеологической работой. Ваша точка зрения, что такое «Зорница» по сути? Это спорт, такое военно-прикладное действие, или все-таки это политика? Политика, которая направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения? Понятное дело, что политика, она присутствует везде. Есть образовательная политика, есть, я не знаю, политика в социальной сфере. Но в данном случае давайте вкладывать слово «политика» не какой-то там лозунговыборный контекст, а политика как определение приоритетов и шагов, которые для достижения цели нужно проделать. Поэтому я считаю, что «Зорница» – это воспитание. Здесь речь идет о том, чтобы благодаря «Зорнице» ребята росли готовыми к военной службе, я имею в виду мальчиков в первую очередь, и самое главное, чтобы в душе они были патриотами. Вот для этого есть «Зорница». Есть известный олимпийский принцип «главное не победа, главное участие». Применим ли он к «Зорнице» и что получают вообще участники, кроме призовых мест на пьедестале? Моя личная точка зрения, я считаю, что любое соревнование – это борьба, и, соответственно, плоха та команда, которая говорит, ну, не догоним, так согреемся, ну, не победим, так просто поучаствуем. А тем более это же дети, это мальчишки и девчонки, а у них вот в этом возрасте, там, 14-15-16 лет – это же особый дух соревновательности, особый дух соперничества. И для них, допустим, там, победа – это супердостижение, а там проигрыш – это, ну, в этом возрасте еще, может быть, даже и трагедия какая-то, как они считают. Поэтому мне кажется, что олимпийский принцип здесь неприемлем. И мы же в рамках «Зорницы» воспитываем определенные бойцовские качества, лидерские качества, а плохо тот солдат, который не хочет стать генералом. Поэтому только победа. Виктор Владимирович, ну, такой еще вопрос. Вы в свое время, конечно, тоже были участником «Зорницы». Вот какие воспоминания, какие впечатления у вас остались о том времени? «Зорница» у меня «Зорница» еще ассоциируется и вот с такой тактической игрой на местности, как сейчас бы сказали. Я помню, мы ходили на озеро Шлачка, это вот у нас там на маяке такое озеро было, и там мы делились на две команды, я имею в виду, когда тренировались к большой «Зорнице». И вот одна команда должна была прятаться, другая должна следить за ними, находить их, как бы уничтожать, условно, разумеется, своих соперников. То есть мы вроде бы и играли, а в то же время ведь готовились к взрослой жизни, к взрослой службе. И скажу, что «Зорница»-то мне очень здорово помогла. Я пришел служить в армию, я имел второй разряд по стрельбе, я был победителем школьных соревнований по одеванию на время общевойскового защитного комплекта. Мы бегали, прыгали, то есть к армии мы пришли уже подготовленными, это тоже помогла «Зорница». Неутомимый большевик, рыцарь революции, Железный Феликс. На неделе исполнилось 140 лет со дня рождения основателя ВЧК Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликса Эдмундовича Дзержинского. Нам он известен прежде всего как неутомимый и беспощадный борец с врагами молодого советского государства, контрреволюционерами и саботажниками. Личностью он был легендарный. После смерти именем Дзержинского называли улицы, площади и целые города. Даже в названии популярного среди советских фотолюбителей и очень надежного фотоаппарата «ФЭД» зашифрованы его инициалы. До сих пор Дзержинский очень почитаем среди сотрудников правоохранительных структур, как человек, заложивший основы современной системы госбезопасности. В понедельник его память почтили в Оренбурге, Анна Золотухина вспоминала, каким был председатель ВЧК на проспекте областного центра, носящим его имя. Человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Так в свое время Дзержинский сформулировал личное видение идеального чекиста. Основные вехи жизненного пути Феликса Эдмундовича, от увлеченного социализмом польского паренька до главы мощной спецслужбы новой державы СССР, изложены в уникальной биографической книге. Уникальна она еще и потому, говорит ветеран ФСБ Алексей Чеплыгин, что изданная в 51-м году почти весь тираж ее оказался утраченным. К 140-летию Дзержинского решили переиздать печатный труд. В библиотеках такие издания будут, и все желающие, они могут с удовольствием, как говорится, посмотреть. Личность уникальная, был на фронтах, везде принимал участие, куда бы партия не посылала, где бы он не был нужен, потому что его величайшие организаторские способности вот помогли, помогли именно революционный процесс как бы вот именно сделать таким, каким он был. В честь 140-летия со дня рождения Дзержинского в одноименном сквере Оренбурга сотрудники силовых структур почтили память отца КГБ, строителя социалистической промышленности и взложили цветы к его памятнику. Памятник Дзержинскому в Оренбурге был открыт в 1990 году. Железный феликс, как его называли в народе, здесь изображен с детьми. И не случайно, помимо политической и революционной деятельности, большое внимание Дзержинский уделял работе с беспризорниками. Миллионы сирот и обездоленных детей в годы Гражданской войны и революции скитались по улицам. Умирали от голода и болезней. Многие вырастали в озлобленную армию преступников, говорят историки. Именно Дзержинский взялся за борьбу с этим злом. Доставал беспризорников из подвалов, устраивал в приюты, давал образование и питание. Везде было шефство над детскими домами, в то время только чекисты шефствовали, воспитывали этих ребятишек. Многие из них потом пришли в органы госпезопасности работать. И у нас эта традиция продолжается в нашем управлении. ВЧК под руководством Дзержинского вскрывало и ликвидировало многочисленные заговоры и мятежи. Основатель спецслужбы Железный Феликс и для сегодняшних работников госбезопасности является бесспорным авторитетом. Такие акценты мы расставили для вас на этой неделе. До встречи в следующую субботу. И всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин